Уходящий год, несмотря на экономические и финансовые сложности, оставил позитивный след и в социальной сфере Ненецкого округа. Трудности, с которыми столкнулся бюджет региона, не помешали ввести новые меры социальной поддержки населения и увеличить существующие. Одной из беспрецедентных по меркам всей страны мер поддержки стала 1% ипотека. Программа льготного жилищного кредитования стала пользоваться популярностью с первого дня ее запуска. Жилищный вопрос для жителей Ненецкого округа по-прежнему остается одним из самых актуальных. Приобрести собственную крышу над головой и больше не платить кроме заработанной деньги за аренду жилья – мечта большинства жителей региона. Вот только справиться с покупкой жилья самостоятельно без ипотечных программ смогут единицы. Все остальные, прикинув размер платежа по средней ипотечной ставке около 13% годовых, сочтут эту идею несбыточной. Выход из ситуации предложило руководство региона. Спрос не заставил себя долго ждать. За 1% ипотекой выстроилась целая очередь. Ипотека по цене аренды. Именно так позиционируется новая региональная программа. Для заемщика ставка по кредиту составляет 1% годовых. Разницу между минимальной и ключевой ставкой субсидирует бюджет Ненецкого округа. С начала действия 1% ипотеки в отделение Московского индустриального банка в Наринмаре поступило порядка 200 заявок от желающих приобрести жилье на льготных условиях. Одними из первых счастливчиков, подписавших кредитный договор, стала молодая семья Журавлёвых. Чуть больше месяца ожидания и супруги стали обладателями долгожданной квартиры. С 1% ипотекой у меня появилась возможность приобрести собственное жилье и уже переехать в свою квартиру. Не платить деньги, как говорится, чужим дядям и тетям для того, чтобы комфортно жить. В комфортные, а главное, собственные квартиры в преддверии Нового года переехали ещё порядка 50 наринмарских семей. За время действия программы с октября по декабрь 2017 было заключено 54 договора на 1% ипотеку. По информации управляющего отделением Московского индустриального банка Андрея Попова, на рассмотрении находятся ещё 118 заявок. Четыре договора запланированы к подписанию уже в январе. Поддержку в выходящем году ощутили на себе и пенсионеры Ненецкого округа. Речь идёт о повышении региональных доплат к пенсии, размер которых до настоящего времени составлял 2708 и 3100 рублей. С 1 ноября они увеличились на 400 рублей. Вот только получить увеличенные доплаты смогли не все пенсионеры. Более чем 1 тысяч человек было отказано в выплатах, так как ранее власти региона ограничили категорию получателей и отнесли к ней только тех пенсионеров, чей индивидуальный совокупный доход не превышает трёхкратной величины прожиточного минимума пенсионера. В него определили заработную плату, пенсию, социальные компенсационные выплаты и доходы от предпринимательской деятельности. Пенсионеры не согласились с ограничениями и через депутатский корпус добились справедливости. Инициатива была поддержана временно исполняющим обязанности губернатора Александром Цибульским. В связи с такими обращениями граждан, представленным проектом закона, предлагается с 1 января следующего года исключить из указанного перечня видов доходов пенсии, которые получают работающие пенсионеры, место работы которых расположено на территории Нинско-Автономного округа. Заботу в выходящем году ощутили на себе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Было принято решение об увеличении выплат на карманные расходы этой категории детей. Напомню, сегодня эта категория детей получает наличные расходы 400 рублей в месяц. Эти средства должны обучить детей экономному расходованию личных сбережений. Они тратят их на различные цели, приобретают декоративную косметику, оплачивают мобильную связь, покупают друг другу подарки. Поэтому маловероятно обучить ребенка экономии, выдавая ему несколько сотен в месяц. Понятно, что 400 рублей – это сумма, что же на маленькая ее хватает на одну от силы на две покупки. Поэтому в течение месяца, конечно, эту сумму расходовать детям очень сложно и тянуть эти деньги. Поэтому, конечно, ее нужно увеличить до 1000 рублей, соответственно, дифференцировать по возрасту. Инициатива омбудсмена была услышана, как и та, что касается появления в регионе официальной постинтернатной службы. О том, чтобы эта работа велась целенаправленно, системно и на серьезном уровне, говорили уже давно. Со следующего года за небольшую плату из окружного бюджета наставники возьмут шефство над ребятами, которые достигли совершеннолетия и вышли из стен детского дома, чтобы помочь им адаптироваться во взрослой жизни. Несмотря на сложности бюджета, в уходящем году был введен и еще ряд дополнительных социальных гарантий или увеличен размер существующих. К примеру, для неработающих жителей Неницкого округа, получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца, достигших возраста 55 лет, установлен льготный проезд к месту отдыха и обратно, а также оплата багажа один раз в два года в пределах территории Российской Федерации. С 25 до 35 тысяч рублей увеличен размер ежемесячной компенсационной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории Неницкого округа. Каждая мера социальной поддержки расценивается как забота властей о населении, поэтому жители Неницкого округа так чутко реагируют на все изменения, которые происходят в социальной сфере региона. Остается надеяться, что следующий 2018 год пройдет для нашего округа без потрясений и благополучие его жителей останется в приоритете.